ну что как вам ночные вахты прекрасно емко не очень понравилось зато какие часу не у меня была очень прикольная вахта немножко поддувала ветерком мы ехали 9 иногда 9 с небольшим было прям по кайфу люблю когда быстро и вот сейчас мы подходим битя где тепло одет шорты выглядит дико для тропиков у меня пуповочка справедливости ради да но я его поддеваю ну потому что иначе жарко надо что-то выбрать или джинсы или пуповочку мы газовали было страшно вот марина то куда мы идем волны смотри как на мели поднимаются бери левее красивая на все туши си и заезжай сюда не тратит это не не тратит вот это не тратит все поворачивай вот так как выглядит марина внутри чуть левее левее левей ну чтоб прошли нормально мы зашортовались поздравляю спасибо отлично сейчас нам поменяют вот эту вот верхушку и поставят нам розетку на пятьдесят ампер и на данный момент мы ожидаем сейчас придет к нами как как нам как обычно неви и еще кто-то из марины ну и оформят как насчет утреннего кофе а в эклизир честно может поменяют розетку поможем генератора приятного аппетита у нас сейчас завтрак ягоды рыбы сейчас уже стоим марине и сейчас будем мыть лодку электричество подключено вода скоро будет только электричку надо включить в каюте еще она же у нас на генератор сейчас сделаем там только в джойстик не лейте и на ручку и в ручку поменьше здесь кстати тоже на 50 ампер американская розетка но они подают на нее 220 вольт и 110 подключение шланга но одинаковая кстати эта штучка наш я очень странная марина из марине вот эти понтоны очень высокие я не понимаю для каких лодок неужели они рассчитывали что здесь будут стоять одни супер яхты хотя вот например вот это с липы явно не для супер яхт но не очень высокие для нашей лодки вот смотрите мы стоим реально ниже понтона здесь еще и приливы и отливы мы сейчас на методе стоим здесь приливы и отливы как сказали два с половиной фута то есть это где-то там 80 сантиметров сейчас половинка всплываем то ним но все равно понтоны очень высокие ну что предлагаю сходить и посмотреть что в этом прекрасном городке или вокруг марины есть день разграбление города морячок тебя не укачивает на земле ребята не ровно идут качаются из стороны в сторону залихватский покажите свой стилет здесь красиво ухожененько а вот здесь находится офис марины на втором этаже и снизу такое лобби можно здесь в ресторанчике что-то перекусить 3 по 50 компот нас ждут о том как чисто кроссовочек день померяй нормальный размер не у баланс и между прочим и flip-flops и о мячик вот так вот выглядит в принципе вся центральная америка поэтому не удивляйтесь многого не ожидайте реально на берегах огромное количество мусора хотя вот мы шли в океане мусора нет океан возвращает мусор людям с подарок немножечко дальше мы пройдем мусора будет поменьше вот мусорная тема причем я настаиваю обратить внимание какой мусор то есть только пластик никаких банок ничего этого просто нигде нету посмотрите специально залезу в эту гору мусора но ее просто раньше выкинула чем у нас гнила ой что-то полезное chicago digital power кнопочка наверное заржавела не работает мячик вот увидите никаких банок пивных ничего нет потому что море это все растворяет а только пластик единственная проблема которая выносится на берега обратно людям подарок вот видите плавая тут это вот срань вся она его выбросит на берег сейчас ближайшее время и вот уровень прибоя особенно когда большие волны вот это вот все выбрасывается выбрасывается и выбрасывается между прочим нержавеечка почти гнилая даже нержавейка сгнивает а вот пожалуйста вот вам еще немножко мусора как вы любите я понимаю что конечно остатки бутерброда скорее всего здесь валяются но все не так печально как вы можете представить пластик просто не бросайте а по поводу остального с этим проблем реально нету да я вылазь падла знаете да что крабы есть левши и правши нет бабах бабам смотрите вот сейчас вылезет и посмотрим кто из них левша не у него просто лапа левая или правая который он закрывается он либо левша либо правша постом прошив тут мягко там не прыгайте короче там где отталкивался там оказалось мягкий песок чтобы вы понимали еще раз еще раз намекаю по поводу выбрасывания пивной банки в океан экологи смотрите своими глазами и не рассказывайте мне какой-то не ну чё много пивных банок ваши доказательства мои вот а ваши и вот сейчас мы все-таки уходим из этого места с мусором и идем красиво посмотреть куда-то там либо туда на гору либо туда на гору и посмотрим еще вот прямо с обрыва как здесь красиво разбиваются волны и оскалы дикая природа здесь же ничего не высаживается просто вот вот так вот такие кусты они свойственны всем тропическим островам вот эти вот под ними кстати много крабово-отшельников и они вырастают до размера ну реально больших нашло такое это ягод она расковыряю тут ягода и она того она съедобная уверена но она зелененькая все на красненькой я думаю что не то ягода потому что которая красненькая должна быть это скорее всего другая надо взять на познание парочка жакузи жакузи прыгать вот по таким вот местам нужно очень аккуратно ходить потому что вот это все если у вас обувь тонкая то вот это все режет обувь просто в клочья посмотрите какие острые вот эти штуки но у меня тапки таки низкие safari boots ничего не страшно так выглядит просто такая природа дикая так пальмы растут и невысокие пальмы на другого типа пальма вот такие вот маленькие а вот и 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Снимать, не снимать ему? Сань, снимай! Есть! Давай под рулем сначала чуть откинь морду Туда морду Ага Поворачивай Да-да-да Да-да-да И вот закинь его чуть-чуть, смотри Понял идею, да? Да-да-да И ровняй чуть-чуть Ну ты понял, да? Потому что если ты сейчас вот так пойдешь, ты его зацепишь Ты просто пока выровняешь, мы доедем А вот там кит брызгается Он сейчас выплыет Не, это лодка, по-моему Вот там сбоку Здесь вообще прикольно Извините, грызу Место, где много китов Сейчас снимаем передний парус Потому что, вы видели, он там у нас порван на швах И скорее всего мы его либо сдадим в ремонт, либо сами починим Делается это просто Саша там откручивает болты Из фурлера Не проебался? Все, есть, да? Теперь смотри Так, давайте там Теперь открутим Только аккуратненько Шайба там Шайба была Теперь вот эта штука раскручена Смотри, при пальце Так И вынимаю Через низ его Вот через вот этот паз Нет, сейчас тебе его по-другому сделаю Там Сильно не дергайте Сильно его не дергайте Просто вниз тяните Не рывками, просто плавно Как обычно Все нахрен по шву Держится только там, где мы прошили его вот этими вот швами А это все развалилось Фу! Фу бля Пару снят Ну, короче, плюс-минус как-то мы его не можем сейчас очень аккуратно сложить Потому что здесь места нету Ну и плюс на лодке неудобно Потом уже будет сложен нормально Сейчас подходим к глуперону Вообще непонятно, что здесь и где Пакетик плавает Потому что здесь на входе очень мелко 2,4 метра Но там есть такой узенький коридорчик на 2,7 И нам сказали, что он буями нормально огражден То есть, может быть, там будет все окей Я надеюсь Песочек дно Если что-то случится, мы просто в него тыкнемся Но надеюсь, мы будем там, где нужно И будет все в порядке Короче Вот там луперон Заход Глубокий заход И там большая бухта Еще внутри Которая спрятана от наших глаз Ты муринге подготовил, да? Я готовлю правый сейчас и левый сейчас сделаю Мы там будем стоять на муринге Мы связались с Мариной Они сказали, что они полностью заняты Похоже, просто маленькая Марина Ну, нас это вполне устраивает Потренируемся еще чему-то новому Буи видели? Моя задача аж сейчас ходить и так внимательно в глаза смотреть И потом уходить обратно Взбодрить называю Начало канала Вот идет красный И потом следующий красный Зачем-то Вообще не понимаю, почему Это что? Получается там вдоль берега Такой узенький проход Получается красный Красный Как-то все непонятно вообще Вон туда мы уходим, я понимаю Да, я думаю, да Так, мы заходим вот сюда И это выглядит вот туда Вот она немножко стала увеличивать за 4,3 Немножко покомфортнее 4,4,5 Я так понимаю, что вон там огрызки такие из воды торчат Это просто латеральные буи правые А тот, который вот там слева, это зеленый Красиво здесь Ну да, это такая уютная бухта Марина Пуэрта-Бланка, Марина Пуэрта-Бланка, Марина Пуэрта-Бланка Марина Пуэрта-Бланка Это Мушу Вы видны? Муша, Муша, Пуэрта-Бланка, Марина Пуэрта-Бланка, Марина Пуэрта, а второй Папо, Папо, это чувака называю так Папо Родер, спасибо Папо? Папо Папо, 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 это Мушу папа 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 если целый год мыши дочке старые до едем лично отлично сейчас против ветра станем против ветра станем и шум иметь нем обязательными днем он сказал просто папа сказал что приедет через 10 минут поэтому нам надо как-то подождать давай ты договорюсь волны окей 1 секунду лифт и на инкарап окей чуть левее и выключайся тебе пока не нужно все стоп ты так едешь посмотри относительно других лодок чтобы голма минимальных обороте нет вот ты сейчас ее назад скинул потому она и выдержите просто чтобы он не улетел никуда не все стоп лишь потом его надо будет скинуть вы его контролируйте все время стоп стоп они его сейчас откинут а стоп секунду лайфхак тузик на воде едем на оформление перми шин гранты бен вини да ёпта вы едете аня говорит она не тратит она не тратит аня говорит типа а это едут наши я говорю да не вряд ли наши слишком ровно едут недооценил не нормально разве это ты просто разобрался с мотором сейчас нас туристическая полиция катала на своих мотоциклах для того чтобы мы купили интернет для того чтобы у нас был интернет на борту это в двух словах бесплатно а у ей бесплатно кстати у туристической полиция оказался очень неплохой английским обо всем договорить особо на берегу вообще нормальный город понравился они там все отдыхают они там тусуются там кто-то поминам девочки одеты нормально ну да я думаю что здесь больше делать особенно нечего я не знаю что это видно или нет но мы собираемся ехать сейчас на берег потому что на берегу что-то происходит это муновил для этих целей подходит хорошо одно колесо когда ты катаешь на одном колесе вот у нас мы ночью едем смотрите видно как красиво и вот мы сейчас приехали на лодку и нашу лодку обокрали причем не взяли ни технику ничего украли только деньги и вот чтобы понимали я вам сейчас покажу выбегай то есть вот стол вот он вот так вот выглядит здесь все перерыто и у нас вот сейфу здесь лежала лежали деньги здесь вот валялась все карточки вот эти на полу то есть но не планшетов не ничего не взяли причем все закрыто они именно проникли через и и и и и и и и